Всех приветствую на своем канале. Это обзор, посвященный теплому видео, которое я все обещаю, обещаю, у меня все никак руки не дойдут записать, то бишь времени не хватает. И я обещала при свете дня, но получается при свете пяти ламп. В общем, шапочки, пршатки, рукавички. Я один шарфик затесался. Я забыла, думала, что у меня только две шапочки, а когда у вас три. Короче, вот в чем я сейчас хожу вообще. Шапка, ей 300 лет, столько они живут. На самом деле, ну, не знаю, 2004 на год или 2005, 2005, наверное, я тогда общалась, в общем, дружила с младшей сестрой твоей однокласски. Ну, и там была такая компания, мутыканты всякие, панки и тому подобное. И один наш общий знакомый, вряд ли он, конечно, меня смотрит, потому что, в принципе, и связь тоже потеряна. И как бы сто лет прошло. Ну, и он все время прикалывался надо мной. Мисс Лап. Тим такая, Эмма, шапка. Тут уже стразики отвалились слегка. Но что-то она мне так нравится. И родня при этом пока еще не сказала, что, типа, ой, в таком уже не ходят. Обычно в таком уже не ходят, но и это оно как-то меняется, скрипя зубами или там еще чем-нибудь. У меня тут телефон, типа, как зеркалом служит. Я так понимаю, что, наверное, надо это мерить, потому что я увидела обзоры у Аленки, она там шапку мерила, где она веревала раннего, смахивает. И я решила, что, наверное, чтобы как-то это показать людям, что придется это мерить. В общем, меряю и шапка. Такая вот шапка. Вот она, черная. Вообще она весенне-осенне, но, в принципе, сейчас у нас, типа, такая зима, как бы ранее. И минус один было, и минус три. Тут уже все стерлась офигенно. Это с чего она? Шерсть, не шерсть? О, она даже уже с этими всякими такими катышками. Но она мне нравится. Ну и пофиг, что с катышками. И тут когда-то была, по-моему, стразик, но вот когда этот стразик отловился, я вообще не помню. В общем, доисторическая такая шапка. А вот эти перчатки, махровые изнутри, не поверите, у меня, кстати, есть эта сумка, маленькая такая сумочка, кожаная, зеленая. Я когда-то лет 18 или в 17 вместе со своей тогдашней подружкой Анькой покупала у другой Аньки в каком-то магазине растаможка, не растаможка. Ну что-то такое, хорошая вещь, но по такой вообще без наценки практически, сумку зеленую кожаную и к ней перчатки купила. И вот эти перчатки у меня лежали, ну допустим, 18 лет я их покупала, да, сейчас мне 33. В общем, они у меня лет 15 лежали, прежде чем я их стала носить. Стала носить я их исключительно этой осенью. Вот такие вот перчатки, я в них сейчас хожу. Вполне себе это тепленькие. Тут с одной стороны какая-то черная хренатень, а с другой стороны полностью все зеленое. Зеленые перчатки. У меня есть такие митинги. Покупала я их в фикт прайсе, знаете, вот тогда я была такой конкретный шопоголик, не знаю, 2014-2013 что ли год. И мне, наверное, 2013. Тогда даже друзья говорили, что если с тобой разговаривать продукты, то ты совсем шопоголик. В общем, они лежали, такие одинокие митинги. В этом фикт прайсе по 45, по 40, фиг знает сколько он тогда стоил. А я всегда хотела, вот сколько я себя помню, вот такие какие-нибудь, ну не именно такие, вот какие-нибудь такие рукавички, да. И они лежали и говорили, Лёля, ну купи нас, я так раз обошла. Увидела их, они, ну купи нас, купи нас, два обошла. И они, ну когда же ты нас купишь? И я купила. Они, конечно, тоже тут уже вот этими катышками, наверное, надо купить какую-нибудь фигню, которая отрубает эти катышки. Тут вот смотрите, такие глазки, они так улыбаются. И в общем, я в них шастала. Но я что-то про них совершенно забыла, и тут мне попались эти зеленые перчатки, и хожу я пока в зеленых перчатках. Еще я нашла пару перчаток, они как нашла, они у меня были, я про них знала. И, по-моему, я их покупала тогда же примерно, когда зеленые, может быть, плюс-минус год. И мне бабушка тогда стебалась, что это, ой, она рваная, оказывается, ну, значит, я ее вытянула. Что это летние рукавички, летние перчатки, короче, вот такие вот. Коричневые, с лайкраей, с этими, как говорите вы, там, с шиммером. И внезапно, хоть я их практически не таскала, может, когда-то и таскала. У меня вот одна тут порвалась, и на ней даже пятнышко. Короче, я ее сегодня утилизирую. Ну уж куда мне они, перчатки не замерзали, я про них не помнила. В общем, вот у меня были перчатки. Вы свидетели того, что, ой, тут еще одна дырка, что они приказали долго жить. Мы их сюда положим. А еще у меня есть такие черные перчатки. У них я тоже, скорее всего, ходила какой-нибудь там весной, осенью. Когда-нибудь они, типа, как он там, бархатные, вот. Бархатные, наверное, тоже с лайкой, или с чем-то таким, потому что они как бы тянутся. Видите, в черных перчатках обычно что-то такое вот делают, да. Вот у меня, неправда, оказывается дофига всяких волос и ниточек к себе прилипающих. В общем, надо мне какую-то фигню, которая снимает мелкую такую пылюку. Раньше, когда я мелкая была, у нас был кот, и папа покупал какую-то такую фигню. Тогда куча всяких фигней вводилась в потребление людьми, как раз после того, как Союз грохнулся на запчасти. И там был такой валик, и он всякие волоски там кошачьи снимал. Вот так подозреваю, что мне надо именно вот такую вот штуку, которая снимает волоски, а еще штуку, которая обстригает катышки. В общем, вот такие перчатки вполне себе нормальные. Я про них, соответственно, стабильно не помню. Грубо говоря, у меня тут уже две пары перчаток, осенних-весенних, и митинги. Так, что у меня тут еще есть? У меня тут есть зимние рукавички. Вязала или тетя какая-то моя, или бабушка. Я вообще в этот пакет не лазовала, из которого сейчас достаю. Он у меня лежал, я как-то его достала и забыла. Слушайте, такие теплые, видимо, шерстяные, потому что они начинают уже колоться. В общем, вот такие вот рукавички. Зимой я точно не замерзну. У меня тут есть шапка. Не поверите, я ее купила в Дикси, по-моему, или за 350, наверное. Она тут с розовыми такими этими бусинами. По-моему, они вклеены до первой стирки или наоборот. Фиг знает. Шишечка такая. Внутри у нее мех. У меня, значит, короче, у меня... Чего-то у меня с шапкой была проблема. И мне тетя сказала, вот знаешь, там в Дикси в центре продаются шапки, там по столько-то. И вот те, которые, видать, были без шишечки, а просто шапки. Или они на тот момент моего бытия уже раскупились, или я не дожилась до них. В общем, купила я эту шапку, я увидела, она мне так понравилась. Она тоже на меня смотрела, говорила, Лёля, купи меня. И у нее вот здесь где-то были такие вязочки. Она считалась, а вот тут даже видно, у меня дырочки остались. Короче, вот здесь вот были такие вязочки белые. И она считалась типа детская шапка. Вот тут вот этот мех, и то, что ушки закрывает, а у меня проблема века, чтобы зимой ушки закрывала. В общем, я купила эту шапку, я думала, что все будут вопить, что-то за ужас купила. Но всем она внезапно нравится. И я, соответственно, дома вытащила эти веревочки. И вот. Такое вот. Правда, она в какой-то момент, в общем, я ее натягивала на банку трофлитровую, потому что она как-то сдавливать стала мою башечку. Но она теплая. Да, ее вроде, а, да, ее, наверное, постирали, и потом она стала сдавливать башечку. Я ее растягивала, посоветую, родни, на этой самой банке. В общем, она такая двойная, там вот этот мех, значит, вот эта вот вязаная штука, тенька. Такая вот детская шапка. Так, у меня тут, не поверите, я думала, что я их потеряла, потому что у меня стабильно было, может, кто-нибудь вернул отдал бабуся, стабильно было, что я в автобусе еду с какого-нибудь мероприятия, уставшая, как собак, однажды мне на дне поэзии выдали в библиотеке Сурикова бумажку о том, что, значит, грамота какая-то, за то, что я там какой-то вклад сложила этот литературный куда-то там. И я ехала в автобусе домой, и что-то мне было так хреново, я так устала, вообще, глаза варзанас, голова кружится, круть-круть, того и гляди в обморок долбанешься. И, в общем, когда я пришла домой, я поняла, что у меня этот файлик с этой грамоткой остался в автобусе, и хоть бы одна сволочь сказала, что вот, девушка, у вас там что-то упало. Мало того, что не говорят, девушка, у вас там джинсы рваные, в каком-то видео у меня было, вот, про которое я говорила, вот, про эти джинсы, и кто-то в камеру так писал. Так еще ведь сволочи не говорят, что у вас что-то упало. Когда у человека что-то падает в автобусе, я всегда говорю, даже не в автобусе. А ведь этим, знаете, никогда не говорят, когда у меня что-то упало. Короче, я там где-то оставила вот эти рукавички. У меня такая трагедия века была, что вот я оставила эти рукавички, мне кажется, даже на стене в контакте писала, что вот, значит, где-то там оставила эти рукавички в автобусе, ну типа может кто что видел, конечно у нас такого ничего не бывает, или в автобусе, или еще где-то, но видимо кто-то когда-то их подобрал и таки вернул бабусе, потому что в этом пакетике они таки лежат. И вот значит эти рукавички, у меня вообще был такой набор, шапочка, шарфик, вот эти рукавички взяла мне их мама, не знаю, мне лет 12 или 13 было, у меня даже есть фотки, это такие с пленочного фотика распечатанные в альбоме где-то мы с ней, я в этом прикиде ездила на вырахней, ну и в общем шапочку по-моему бабуся благополучная распустила, у меня был клубочек, котик его как только у меня появился год назад погрыз, теперь там этот клубочек вроде как клубочек, но я подозреваю, что если его распутывать или что-то попытаться связать, то там будут такие вот ниточки, вот такие вот ниточка, 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 разгрыз, и был шарфик, шарфик вообще без понятия где, уже может тоже когда-то распустился, может давно уже куда-то ушел, а здесь по-моему их довязывала бабуся, ух ты, она их действительно это довязывала тут и по ходу дела это, я не знаю, может это морь погрызла или что это такое, ну короче тут какой-то, или тут была дырочка, в общем тут какой-то кусочек, который немножко отличается по цвету, сейчас его одену, и вот здесь вот она точно довязывала вот это вот, потому что как бы видимо с 13, допустим до 16 лет человек растет, и вот как-то я видать каким-то местом вымахла, а да, вот здесь оно просто порвалось, возможно это даже морь поела, фиг знает, вот слушайте, при вас, то у меня прям это, как вот это, бывает видео, когда вы снимаете, что-то такое говорите, а вот это типа на выкидку, в общем вот эта рукавичка еще нормальная, а вот это уже никакая, ну значит мы ее тоже как бы выкинем, так, еще у меня тут есть перчатки, которые я покупала вместе с этим телефоном, у меня была какая-то скидка 500 рублей, но надо было закупиться на 2,5, я закупилась на 2,5, у меня телефон тогда значит был чекольчик, и не хватало мне там что-то 40 рублей, я купила вот эти перчатки, которые типа сенсорные, слушайте, 90% что попадает, нет, ладно, 50 на 50 наверное, не сенсорные фиг знает, иногда у меня получалось снять трубку телефона, иногда нет, и они у меня были-были, потом куда-то заныкались, и вот я тут их внезапно нашла, благодаря тому, что стала писать вам видос, в общем, вроде как их морь не поела, по крайней мере эту лапу, вообще они у меня в этом пакете оказались с разных мест, я их собирала, видимо в самом пакете были эти рукавички, так, вроде вполне ничего перчатки, и вот судя по тому, что вот эти кусочки пальчиков на перчатках более светлые, это наверное есть этот сенсорный или что-то в этом роде кусок, покупала в связном я, так же как котик, на который сейчас пришел, так, ну и у меня тут какой-то получается пакет, и еще я совершенно забыла, мне одна моя такая хорошая знакомая, потому что подруга великовозрастная, с которой мы вместе, из-за нее в основном, и продолжила этот наш театр книги ходить, подарила связанные ею, мне много чего такого интересного дарила, значит, этот шапочку и шапик, и она преподаватель французского, я делала во Францию, сказала, что на тот момент во Франции это было модно, я не знаю, как, так или нет, по-моему, в 2012, там, или в 2013 году, и в общем, оно у меня было, и я про него совсем забыла, и потом у меня уже брала ее пару раз моя тетя на там, на какие-то свои вот сабантуи школьные, где они там рядятся во всех, на всякие мероприятия, и вот у меня эта шапка, шапка вот с таким вот длинным этим самым, меня еще, моя тогдашняя девчачья компания все стебала, что у меня шапка похожа на что-то такое непонятное, и вот этот, типа как у гномика висит, мохер, по ходу дела шерсть, или что-то в этом роде, ее можно носить действительно как у гномика, слушайте, она такая колючая, я совсем про нее забыла, ну, если кто-нибудь из зрителей вот этого видоса посчитает, что-то мне идет и все такое, что ее надо все-таки продолжать носить периодически, наравне вот с этой, то вы мне в камень тыкиньте. А так я ее носила, когда уж совсем зверские колода были, я ее два раза загибала, и носила вот так, колючая. Ну и еще был, короче, к ней и есть вот такой вот шарфик. Он типа как наборчиком был. Вот такой у меня обзор, и я не знаю, так я его записала, не так. Но, в общем, как есть. Если вам стало тепло от этого видоса, то я очень рада. И всем спасибо за просмотр, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok